Добрый день! Сегодня наше третье занятие. Прежде всего, хотелось бы убедиться, что всё понятно, о чём мы говорили первые два урока. Как вы помните, мы начали со схемы, с формулы, по которой работает, действует английский глагол. Всё ли понятно с этой схемой? Вы помните, что когда мы формируем какое-то высказывание, мы должны внутренне ответить для себя на два вопроса. В каком времени происходит действие, в настоящем, прошедшем или будущем? И какую форму имеет наше высказывание? Мы либо утверждаем, либо отрицаем, либо задаём вопрос, спрашиваем. Соответственно, вот девять возможных вариантов, и мы должны найти правильный, чтобы сказать то, что хотим. Просто чтобы проверить, насколько это у нас продвигается к стадии автоматизма, буквально по одной фразе попробуем перевести. Алиса, как сказать «я поговорю с тобой»? Ну хорошо, да, можно сказать «with you» или «to you». Как сказать, Олег, «я тебе помогу»? А я помогу, не помню. Help, help. I... Сейчас. Значит, это будущее время, будущее время утверждения. Смотрим верхнюю строчку. I will help to you. Нет, I will help you. I will help you. I will help you. Совершенно, совершенно справедливо. Как сказать, Саша, он не помог мне? He didn't help me. He didn't help me. Настя, как мы скажем «я возьму твою машину»? I will take your car. Так, Владимир. Да, Владимир заволновался. Нет, я спокоен. Чего же эту машину возьму? Главное, чтобы страшно не стало всем. Мы успокоены. Володя, как мы скажем «она пришла ко мне»? В щекам водни. Значит, смотрим. Какое это время, какая форма. Я утверждаю, она пришла. А, пришла. Это прошедшая форма. А, сейчас смотрим. Прошедшая форма. А, she... She comes. She. Значит, смотрим, где у нас «кам». She comes. Да. В скобочках у нас написана та форма, которая должна здесь использоваться. В скобках мы указываем ту форму, которая используется только в прошедшем времени в утверждении. Не переписывайте. То есть, она пришла, как бы, she came, да? А, she came, да, получается. И ко мне. Я первый раз вообще слышу, что есть у кам вспомогательная форма, поэтому я даже не знал. Это не вспомогательная, это форма прошедшего времени. То есть, как это будет? She came и ко мне. With me. To me. А, to me. И все вместе. She came to me. Совершенно верно. Мне попроще вопросы задавать. Без неправильных форм глагола. Я это буду долго оставить. Мне нужен гипноз. Да, самое интересное, что все неправильные глаголы сконцентрированы среди самых употребительных. Поэтому мы буквально рот не можем открыть, чтобы не использовать, не использовать какое-то неправильное глагол. Speak, spoke, да, сейчас ты уже... Да. Поэтому вот те глаголы, которые мы берем, надо сразу смотреть. Две формы. Есть такие глаголы, как help. Мы говорят, там все стандартно. Help в прошедшем времени добавляется d. Helped. Помог. Помогал. Да. А сколько вообще таких глаголов? Много? Нам надо освоить несколько десятков, которые охватывают 90% нашей речи. Это 50-60 глаголов. Мне кажется, их тоже надо... Из них половина приходится вот на эти неправильные. Их неправильность заключается в том, что форма прошедшего времени, утвердительная форма, то есть нижняя строка посередине, используется та форма, которую мы записываем в скобках. Come came. Значит, she came to me. Вот. Вот так их и стоит осваивать. И всего это, получается, таких глаголов, вот нам на этом этапе понадобится, ну, 20-30. Для того, чтобы мы как-то уже научились комбинировать. Так, Аня, как мы скажем, когда ты пойдешь к нему? When will you come to him? Пойдешь. When will you go to him? Совершенно верно. When will you go to him? А как сказать, Даша, я видела его вчера? I saw him yesterday. Угу. А как спросить, Михаил, когда ты видел ее? Когда? Это у нас будущее. Нет, когда ты видел, это явно не будущее. Прошлое. Когда? Угу. А, видел. Нет, сначала слово «когда». А когда у нас, я забыл. When. А. When did you saw? А, when did you see ее? When did you see ее? А, to she. Нет. To her. А, to her. When did you see her? Я еще не выручу. Помните, мы написали соотношение, местоимение, которое отвечает на вопрос «кто?», это «I», «you», «she», «he», «we», «they». Да. И те местомения, которые отвечают на вопрос «кого», «кому», «кого» увидел», «кому сказал». Если «меня» или «мне», это «me», «me», «teba» или «tebe», «you», «ей» или «е», «her», «her», «его» или «ему», «him», «нам» или «nas», это «as», «их» или «im», «them». Вот, в принципе, все, что требуется освоить. То есть, для того, чтобы мы сдвинули вот этот процесс, нам надо выучить вот эти несколько глаголов и посмотреть, как они работают вот в этом механизме, меняются, да, в зависимости от времени и формы высказывания. И местоимение в двух вот этих формах «ай», «ми» и так далее. То есть, объем информации очень небольшой. И напомню, что, чтобы это начало работать, функционировать в автоматическом режиме, требуется несколько раз, по паре минут, просто прокручивать это. Не более того. Это не напряженно по усилиям, которые мы затрачиваем, и не требует много времени. Наша задача, чтобы вот этот минимум, вот эта базовая основа, начала работать автоматически и превратилась в несгораемый запас. То есть, может быть, достаточно будет вот этого простого базового уровня, и больше ничего не надо. Но, может быть, все-таки не сразу эти пару минут, а со временем, может быть, сначала все-таки по пару часов. Можно начинать с 30 секунд. Практически... А вот эту схему повторить потребовалось, там, час, не меньше, чтобы я вот... А схему вместе с теми самыми местоимениями, вместе с этими временами, с вопросами... Я вот в школе учился, как... Я вот начинали там писать, я хоп, какой-то момент останавливался. Начинал вставать. Вот именно поэтому и нельзя отводить на это дело час или два. Потому что, если хватит усилия воли один день потратить на этот час, то на следующий день точно. Вряд ли. А пять минут найдется всегда. Ну вот посчитайте, можете посмотреть на часы. За пять минут только одно предложение формулирует. Думает, наверное, пять минут. Нет, нам сейчас требуется не формулировать предложение, а вот взять эту схему, где девять возможных вариантов. Мне тоже кажется, она должна быть перед глазами. Взять, конечно. Потому что, когда мы едем в машине или что-то такое, я даю ему задание, схем у него нет перед глазами, он начинает вспоминать. Взять любой глагол, тот же help. I help. I will help. I helped. Do you help? Does she help? I don't help. She will not help. Вот эти девять вариантов, и все. Это занимает? Ну, хорошо. Сначала мы это делаем, глядя сюда. Проходит день-два, нам уже не надо смотреть, мы уже помним, что вот здесь будущее время, здесь настоящее, здесь прошедшее. И эти девять возможных вариантов. Причем часть глаголов, как come, came, мы помним, что вот это came, которое в скопах, оно только в одном месте. Утверждение прошедшего времени. Вот, это не требует много времени, а объем информации, ну, абсолютно минимальный. Вот, хорошо. Теперь немножко посмотрим, что за этим следует. Следующая схема посвящается одному слову. Быть. Быть – это глагол связка, который означает присутствие, то есть что-то или кто-то где-то находится, или кто-то или что-то чем-то является. По-русски в настоящем времени мы не используем это слово. Мы не говорим «я есть здесь», просто «я здесь». В прошедшем времени мы используем «я был здесь» или «я буду здесь». В английском языке этот глагол «быть», «находиться», «являться», «to be» используется всегда, в том числе и в настоящем времени. То есть мы не можем сказать по-английски «я здесь», мы говорим «я есть здесь». И вот каким образом он работает. «Я есть», «I am», «он» или «она», «he, she», или «какой-то предмет», «it», «is», «he is», то есть «он здесь», «he is here», «она здесь», «she is here». «I am here», «я здесь». И множественное число, то есть «мы», «вы», «они», «we», «you», «they» получает форму «are». То есть «мы» есть, «we are», «мы здесь», «we are here», «вы здесь», «you are here», «они здесь», «they are here». Можно вопрос? Да. На прошлом занятии, на первом занятии вы говорили, что в английском языке существует второе лицо, единственное число в обращении к Богу, и что это слово «thou». А к этому слову тоже глагол связка «are». К нему есть даже особая форма, она пишется вот так. «Art». Ой, это здорово, это интересно. Но это только, это повторяю, это только когда говорите с Богом. Понятно. Ну просто так, да. К людям лучше так не обращаться. Мало кто заслуживает. Итак, прошедшее время «я был», «ты был», «она была». То есть все, что в единственном числе. I, he, she was. А вначале это все настоящее, правильно? Это все настоящее. А помните, как в схеме основного глагола, этого принципа мы придерживаемся и здесь. Здесь будет настоящее, здесь прошедшее, там будет будущее. Я был, я был здесь. То есть я находился здесь. I was here. Он был здесь. He was here. Она была здесь. She was here. Мы, вы и они были. We were here. А it, it тоже was? Да, да. Все, что относится к третьему лицу. Мы были здесь. We were here. Вы были здесь. You were here. Они были здесь. They were here. В будущем времени все одинаково. Одинаково с настоящим? Одинаково между собой. То есть нет отличия между множественным и единственным числом. Я буду, в смысле, буду находиться или буду кем-то являться. I will be. You will be. He will be. Он будет здесь. He will be here. Она будет здесь. She will be here. Мы будем здесь. We will be here. Вы будете со мной. You will be with me. Они будут здесь. They will be here. Все ли понятно с этим? То есть в будущем только B. Пока, понятно. В будущем только B добавляется. Промежуточное понимание. В будущем только B добавляется. В будущем только B добавляется к will. В будущем у нас выглядит как обычный глагол. В will и к нему только B добавляется. B, да. B. И теперь сразу примеры, где это может использоваться. А как, например, мы скажем, Алиса, я буду в Москве? I will be in Moscow. А как сказать, Олег, я был в Индии? I was in India. Как мы скажем, Саша, она здесь. She is here. She is here. Теперь, если мы хотим использовать вообразительную форму, то все просто меняется местами. Is she. Да, то M становится в начале. Is. Is становится в начале. И R становится в начале. Как мы спросим, Настя, ты здесь? Are you here? Угу. А как спросить, Владимир, она здесь? Значит, вопрос про нее. She is here. Значит, вопрос сначала, что? Is she. Is she. She is here. А, все, значит. Is she here, да. И she is here. А если я спросил, she is here? Нет. А это не что будет? Как вот это? Это будет удивление по поводу того, что... То есть я вижу, что она здесь. Я уже не спрашиваю. Вопрос отпадает. She is here. Она здесь? Не может быть. Так. А теперь, та же самая история повторяется в прошедшем времени. Was I? Was he? Was she? Как мы спросим, Аня, он был здесь? Was he here? Да. Was he here? А как спросить, Даша, они были с вами? Were they with you? What they with you? Так. Будущее время. Тоже впереди у нас ставится will. Здесь I, you, he, she, we. Значит, в прошедшем не меняется, да, получается? А be куда девается? Will you be вот сюда ставится. То есть будешь ли ты где-то находиться или кем-то являться? Will you be? Как спросить, Михаил, ты будешь здесь? Значит, вопрос, будущее время. Will you... А здесь, как я забыл. Here. Will you... Will you be here? Да. Will you be here? Здесь или сюда? Это here. А там или туда? There. Здесь. He is here, он здесь. Или иди сюда. Come here. There – это там. Или туда. Go there. Иди туда. Или he is there. Он там. А еще раз. Here – это туда. Или что? Here – это здесь, сюда. А there – это там, туда. Например, как спросить с обычным глаголом, Саша? Когда ты пойдешь туда? When will you be... Нет, пойдешь. When you will... Нет. Вопрос. When? Да. When will you... Will you... А, вместо be мы ставим глагол уже другой? Обычный глагол. Go to there. Просто there. When will you go there? Угу. Угу. When will you go there? Так. Теперь, чтобы у нас была форма отрицательная, вот ко всему этому хозяйству добавляется просто not. То есть, I am not. Я не здесь. I am not here. She is not there. Нужно. Угу. То есть, вот этот вот be, will, допустим, will I be, be меняется на любой другой глагол, да? Да. Здесь мы взяли только глагол быть. Быть – это... То есть, может на его месте быть любой глагол. Will I go, will I see... Да. То есть, вы видите, в чем отличие вот этого глагола связки быть от всех остальных глаголов. Мы здесь не используем никаких do, did, да? Сам по себе он имеет своеобразные формы. Он означает не действие, а состояние. То, что я нахожусь или я являюсь. Тогда получается, что в тот момент, когда be заменяется на любой другой глагол, это просто пример из вчерашней схемы. Да. Из первой. То есть, все-все-все глаголы подчиняются одной схеме. Кроме этого. Для него, поэтому, есть отдельная схема. Угу. Потому что это не глагол. Глагол, как правило, это действие. А это состояние. Кто-то находится где-то или кто-то является. Что-то чувствует. Чем-то. Да, например, как сказать, он мой друг. По-английски, значит, надо сказать, он есть мой друг. He is my friend. Да. He is here. He is my friend, да? Он есть мой друг. Он есть мой друг, да? То есть, обязательно должна быть связка, да? Ведь в русском тоже получается, что быть имеет разные формы. Потому что быть – это не определенная форма, а есть – это тоже как быть. Да, просто в русском языке в настоящем времени связка не используется. Мы не говорим «я есть твой друг», «ты есть мой друг». В прошлом мы используем, говорят, он был моим другом или он будет моим другом. Но в настоящем – нет. А в английском – есть. Вот в этом принципиальная разница. И в будущем… Он не будет являться моим другом. Он явится моим другом. Здесь will not be. Он не будет моим другом. He will not be my friend. Он не будет здесь. He will not be here. He will be there. He will not be here. То есть, нот между will и be ставится. Да. А не после. Так вот, почему нас интересует это слово, этот глагол? Кроме того, что он важен сам по себе и используется везде, повсеместно. Вот как только мы доводим до автоматического состояния первую базовую схему, основной глагол, там глагол в своем основном значении, да? То есть действие как факт. Если мы ко всему этому прибавим глагол с окончанием «ing», мы получим действие в состоянии процесса. Если я хочу подчеркнуть, например, берем глагол «speak», что я нахожусь в процессе, то я говорю «I am speaking». Вот сейчас. В данную минуту. Да. Почему так происходит? Носитель языка английского может быть абсолютно неграмотным человеком и не знать, что это какая-то форма времени, вспомогательные глаголы. Он и слов таких может не знать. Но для него существует глагол «быть». И он воспринимает его буквально. Он говорит, что «я есть говорящий». Вот сейчас «я есть говорящий». Или «вчера в это время я был говорящим». «I was speaking». А завтра, вот если ты зайдешь в это время, «I will be speaking». «Я буду говорящим». То есть... А период указать или нет? Как понять «я буду говорящим»? Можно же сказать «я буду говорить». Конечно. «I will speak». Поэтому... Какая разница между «I will speak» и «I will speak». Поэтому вот эта форма оправдана только если мы указываем конкретное время. Только так. Да. Вчера в 5 часов, завтра после обеда или сейчас, вот в этот момент. А если вчера весь день или с 23 по 24 ноября? Тогда это не оправдано. Тогда мы скажем как? «I spoke». «I spoke all day». То есть если день тянется... Вчера я весь день говорил. Если неопределенное время, да, не какое-то конкретное. А если конкретное, да, тогда мы уточним. Если мы конкретизируем момент, то есть или по факту сейчас, вот когда я говорю «I am speaking», а «I speak» – это вообще я говорю «I speak English». «And I am speaking English» вот в этот момент. Вот понимаете, откуда вытягивается эта ниточка? Как только мы осваиваем базовую схему, становится понятным, что все остальные варианты – это нюансы. Когда мы что-то хотим подчеркнуть. Не просто сказать «факт», а конкретизировать, что данный момент. Еще очень важный момент. Когда мы начинаем говорить на любом иностранном языке, в частности на английском, мы должны совершить несколько магических действий. Первое из них – то, что мы немножко затронули вчера. Помните, мы говорили про образ? Какая ассоциация возникает с английским языком? Вот подумайте сегодня, что-нибудь изменилось? Английский язык. Что сразу приходит в голову? Интересно. Я не знаю. Нет, уверенность, улыбка, черт. У меня красный автобус. Да, нет. У кого-то образ может быть визуальный. Вот почему невозможен идеальный учебник для всех? Потому что у всех разные образы. Есть люди, которые воспринимают зрительно, зрительные ассоциации. У кого-то может какая-то быть звуковая ассоциация. Звуки песен, голос чей-то, какие-то слова. Кто-то может увидеть ассоциацию через вкус или запах. Или воспоминания, или какие-то физические ощущения. Но это очень важный момент, потому что он дает нам вот эту объемность восприятия. Это что имеется в виду? Эмоциональное восприятие, конечно. Эмоциональное и образное. Эмоциональное – это то, что связано с мотивацией. Почему мне это нужно, почему мне это интересно. А образ – это что сразу, спонтанно, без того, чтобы я специально вызывал в себе какой-то образ, что пришло сразу. А вот что это дает, действительно? Это служит неким аналогом такого пароля, кодового знака, для того, чтобы войти в это пространство. Чтобы мы воспринимали язык не просто, как некая схема, написанная на доске или в тетради, а сразу воспринималось, как некое физическое присутствие в новом измерении. Поэтому первое, что мы делаем, это вспоминаем вот этот, нажимаем на эту кнопочку, чтобы войти в этот образ и почувствовать себя там комфортно, ощутить свое присутствие. Второй момент – очень важно при этом не напрягаться. Потому что как только мы напрягаемся, мы превращаемся в вот такую схему и начинаем так судорожно передвигаться по этим клеточкам. Но если у нас не возникает это напряжение, мы продолжаем свободно дышать, это очень… в любом общении, в любом контакте очень важен ритм. То есть это форма вдохновения такая? Да, абсолютно. Так а если образа не возникает, что ли? Образ может не возникать зрительный, но какое-то ощущение обязательно неизбежно возникает. Пока никаких ассоциаций со словом английский не возникает. А для этого, наверное, в школе сначала нас знакомили с неким человечком, который за это все отвечает. Типа там в немецком «Шрайбикус» был, да? А остальные ученики видели этого человечка? Нет, но нам ознакомили. Вот, познакомьтесь, «Шрайбикус». И я так понимаю, что перед занятием все на него как-то нажимали, как на кнопку на этого мальчишку, и начинают… Может быть, я вот в английском что там был? Ну, флаг английский флаг, может быть, например. Английский флаг, да. Нет, у меня сразу ассоцируется слово «English». Все, я вот вижу «English» слово. У меня все прекрасно, но вот у меня слова. А мы выучим английский с кнопочкой «Красный автобус». Приедем в Британию и не увидим красного автобуса. Купил этот красный автобус, он до сих пор стоит, и в этом и ассоциации такие. Условно говоря, вот это ощущение присутствия плюс образ красного автобуса. Например, может быть, завтра это может быть другой образ. Тауэр, королева, какая-нибудь песня. Виски. О, боже, один раз нас чуть не забыли в Тауэре. Вот. Да, когда мы зашли, мы очень опаздывали на автобус, на нас поток сцены ругались, и экскурсовод сказал, что мы хотели вас забыть и уехать. Никакой англесиний. И вас бы там казнили, сказал он. И такая тишина была, потому что русские не поняли. Он один очень смел. А сколько лет тебе было? Ну, лет 12. Да, они хотели бы... Забытое ФТауэр. Кстати, вот ассоциация вызванная у меня. Вот, оказывается, откуда велась травма детская. Да, да, да. Почему я не все-таки не выучила? Кстати, у меня есть вопрос по поводу детей. Вот, например, у меня дочери 9 лет. И она тоже учит английский в школе. А эти схемы также для детей работают? У них же как-то по-другому внимание и восприятие. 9 уже работает. Потому что ребенок, который в возрасте формирования речи, для него вообще работают чистые образы. Для него легче, скажем, показать ему мультик на русском языке, который ему нравится, который он знает. А потом незаметно подменить его английской версией. Здорово. Он уже знает всех персонажей. Он уже знает эти образы. У него нет ощущения, что он попал в чужую среду, и там что-то такое незнакомое. Потому что он знает, что они говорят. Он знает, кто это такие. И даже каким хэппи-эндом все закончится. Они даже цитируют, они же даже цитируют реплики как-то там. Нет, ну сначала же его нужно на русском показать. С переводом. С переводом. На взрослых таргах. На взрослых таргах. На взрослых таргах. То есть мы можем образно воспитать так же как-то идти? Вот мы к этому пытаемся немножко вернуться. Именно поэтому не надо специально выдумывать какой-то образ, но настраиваться на тот, который приходит. Это не обязательно картинка, это может быть ощущение. Но очень важна объемность восприятия. Вот, например, если я мой любимый фильм, я могу по-английски сейчас смотреть, да? Да. Палпыкшен. Это один из очень интересных и эффективных инструментов. Смотреть фильм, который непротивно смотреть в очередной раз, который уже хорошо знаешь, знаешь персонажей, о чем они говорят, смотреть его на языке без титров, обязательно без титров. Потому что человек очень ленивое создание. А если титры по-английски? По пути наименьшего сопротивления. Нет смысла. Потому что человек всегда ищет более легкий способ восприятия. А на слух легче воспринимать, чем... Если будет написан текст, то будет легче, конечно, на текст. А ближе к естественному восприятию, это... Да. Нет, если это знакомо, если ты смотрел этот фильм и прекрасно знаешь, можешь его цитировать. Можно вопрос про детей еще один? То есть если ребенок до шести лет, то и мы нанимаем педагогу для него носителя языка, он все время разговаривает, 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 не объясняем, никакие грамматики, правила, ничего. То ребенок все равно это усваивает как-то, правильно? Конечно. А в шесть лет уже все-таки схема минусы. Да, в шесть-семь лет это уже... Уже бессмысленно получается? Когда начинается школьный возраст, примерно. Нет, это никогда не бессмысленно, но это требует уже вот такого рационального обучения. Итак, сегодня нам стоит понять и освоить вот эту структуру глагола to be, быть. И, кроме того, неопределенная форма, то есть глагол в форме, который не относится к какому-то лицу, не то, что я делаю, ты делаешь, а делать вообще, она сопровождается в английском языке вот такой частицей to. to speak, например, говорить. Не я говорю, I speak, you speak, а говорить вообще. Как правило, эта форма следует за каким-то глаголом, который управляет ей. Например, я хочу говорить. I want to speak. То есть форма личная, которая указывает на лицо, то есть на меня. I want. Я хочу. Дальше идет вот эта управляемая форма глагола, что я хочу делать. I want to speak. Или, например, I like. Мне нравится. I like to dance. То есть вот для чего нужна такая частица. Итак, по важности и в плане последовательности мы прежде всего должны освоить основную схему глагола. Причем напомню, что некоторые глаголы, те, которые называем неправильными, имеют еще одну форму, которую мы для удобства указываем в скобочках, которая используется только в утвердительной форме прошедшего времени. Затем мы расширяем наши возможности, способность комбинировать, а за счет того, что добавляем структуру местоимения, помните, I, me, you, you, he, him и так далее. Добавляем группу вопросительных слов, некоторых предлогов, для того, чтобы на порядок повысить возможность комбинировать. И после того, как мы добавляем глагол-связку «быть», который в неопределенной форме выглядит вот так, то есть «я хочу быть», например, это как сказать? «Я хочу быть твоим другом». «Я люблю быть независимым, свободным, счастливым». «Я хочу быть твоим другом без will». Нет, а если «я хочу» или «я буду»? Если «я хочу», это еще не факт, что «я буду». Если я настолько уверен, что скажу «я буду твоим другом», то это будет как? «I will be your friend». А если я пока только хочу, но это еще не факт. «I don't want to be your friend». А если я не буду, «I will not be your friend». А если я буду хотеть, «I will be my friend». Подождите, «буду хотеть»? «I will как?» «Хотеть» — это «want». «Я буду хотеть». «I will want to be your friend». «Я захочу», может быть, «я захочу быть твоим другом». «Maybe I will want». «Будущее утвердительное». «Maybe I will want to be your friend». «Maybe» мы вначале можем вставить или в конце, или это не важно. «Maybe I will want to be your friend». «Это очень удобно». Или когда скажут, после длинной тираты, просто ответить. «Maybe». «Maybe». «You want, you don't want». «Don't you want». «Важная форма медика». «А захочешь, как сказать?» «Will you want?» «Если я спрашиваю, ты захочешь?» «Will you want?» «Все по правилу». «Я тебя поцелую только потом, если захочешь. «Ну и как это сказать?» «Ну, вот и скажи». «I will kiss you if you...» «If you want». «If you will want». «Нет, если захочешь.» «Когда условия здесь не нужны». «Условия, тут получается». «Only later». «Only later», да. «То есть I will kiss you if you want later». «Ну, на это можно ответить «better late than never». «Лучше поздно, чем никогда». И чтобы завершить сегодняшнее занятие, мы делаем еще такую вещь. Когда мы представляемся, говорим, что «меня зовут» или «тебя зовут», то по-английски это звучит как? «Моё имя». Поэтому полная структура местоимения выглядит вот таким образом. Вы помните, что мы написали вот такую последовательность местоимений, да? «I, you, he, she, we, they». Вторая часть этой структуры – это то, что отвечает на вопрос «кого», «кому?», «меня», «мне», «ны». «Тебя», «тебя», «тебе», «вас», «вам», «you». «Его» или «ему», «him». «Её» или «ей», «her». «Нас» или «нам», «as». «Их» или «им», «them». А третья часть этой структуры – это те слова, которые отвечают на вопрос «чьё», «чей», «чьё». «Мой», «моя», «мои». «Май». И вот отсюда мы говорим, что «моё имя», «меня зовут», «май», «нейм» из «такое-то». «Твой», «твоя», «ваш», «ваша», «your». «Чьё», «его», «his». «Соответственно, как мы скажем, его зовут Олег?» «His name is Олег». «Да, his name is Олег». «Чьё? Её?» «Ха». «Тут не меняется ничего». «Да, Володь, как мы скажем, её зовут Дарья?» «А, чьё имя?» «Вот это». «А, её это имя». «А, её, her». «Имя». «Нейм», «Дарья». «Из». «А, her name is Daria». «Her name is Daria». «Из Daria», да? «Да, имя есть Daria». «Ё имя есть Daria». «Her name is Daria». «Я сразу загружаюсь». «Моя когда освобождаешься, я говорю проще». «А как спросить, Миша, как её зовут? То есть, какое есть её имя?» «А, what is her name?» «Правильно. What is her name?» «Мы», а «наш» или «наша» – это «our». «Наша». Как сказать, например, Алиса, «он наш друг». «He is our friend». «И чей их?» «Their». Очень похоже по звучанию. Отличается такими-то практически частностями. И вот это вот тоже как-то пугает. «Дьявол скрывается в деталях». «Да, вот это правда». «Это старая история». «Даша, как сказать, это их проблема?» «Да, это…» «Это есть». «Это их проблема». «А как сказать, Аня? «Он её друг». «He is your friend». «Да, совершенно верно». Итак, сегодня мы добавили к тому, что было раньше, структуру глагола «быть» во всех его формах и вариантах. И расширили структуру местоимения, добавив группу слов, которые отвечают на вопрос «чей?» «Чьё?» «Мой, your, his, her, our, their». Я хочу предложить, чтобы вы повторяли вот эти структуры глагола, во-первых, во-вторых, пробовали как можно больше возможных комбинаций и добавили сюда, освоили вот расширенный вариант структуры местоимения, добавляя группу слов, которые отвечают на вопрос «чей?». На этом сегодня мы закончим. До завтра. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ